Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлазь. Сегодня речь пойдет о вот таком вот ножике. Это нож, который называется Рыбак. Да не просто Рыбак, а Рыбак 2. От производителя ПП Кизляр. Тут, видите, еще даже есть наклеечка. Нож относительно новый, он у меня всего лишь полгода, но что-то вот как-то не приживается. Дело в том, что я не рыбак, мне этот нож подарили, но мне еще и не нравится, плюс ко всему. Ну, поэтому сегодня, друзья, немножко о ноже вам расскажу и попытаюсь исправить, ну, на мой взгляд, исправить, на ваш, может быть, испортить. Погнали! Как я уже сказал, нож у меня чуть меньше года. Мне его подарили, а, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Это нож из нержавейки, вот с таким вот нанесением. Рыбак 2. Есть варианции, кстати говоря, с ручкой прорезиненной, не деревянной, но мне как-то дерево, на самом деле, нравится больше. В принципе, нож неплохо сидит в руке, и вот эта вот штука мне тоже очень нравится. Выемка, да? Можно производить какую-то мелкую работу. Мне не нравится его вот этот сильно-сильно-сильно щучий профиль. Я бы, конечно, сделал его чуть более прямым, но как-то вот так вот попытался бы сделать. На мой взгляд, было бы интереснее, потому что сейчас, ну, какой-то он слегка клоунский. Еще один момент, который мне не нравится у этого ножа, это совершенно кривая режущая кромка. Вот смотрите, вот здесь, видите, идет кромочка, ну, где-то 3 миллиметрика. И тут она превращается во все 5 миллиметров. Вот поэтому я думаю, что будет нормально, если я сниму вот так вот. Я сниму носик, и при этом сам профиль станет не таким дурацким, а чуть более серьезным. И как бы вот эту вот режущую кромку, где она уже прям излишне отвратительная, я тоже исправлю. Что мне еще не нравится в этом ноже, это толщина металла. Тут всего лишь 2,5 миллиметра. На мой взгляд, для серьезного инструмента, для какой-то работы там в походах, где-то еще, это маловато. Но как бы я в особо такие серьезные страшные походы и не хожу. Опять же, не рыбак. Вот, поэтому думаю, что нож неплохо мог бы поселиться, допустим, на даче. Тоже вот как вариант для дачи, он был бы неплох. Но я считаю, что его нужно немножко подправить. Поэтому прямо сейчас займемся исправлением ошибок, ну, или порчей ножа. Тут как вам будет угодно. Погнали! Кстати, вот здесь у меня стоит ведро с водой. Поэтому, если будете заниматься такими вещами, кончик острый, крончик очень быстро нагревается. Поэтому два раза провели, остудили, два раза провели, остудили, дабы не перегреть кончик и не лишиться заводской закалки. Вот такой вот ножик у меня получился. Профиль у него изменился. Профиль стал чуть менее клоунским, дурацким, такой более прямой. Да, вы скажете, что вот такой загнутый кончик у рыбацких ножей нужен для того, чтобы вскрывать рыбу и потрошить ее удобно. Но, на мой взгляд, вот так делать гораздо удобнее по той простой причине, что теперь кончик ножа находится на одной линии, на одной оси вместе с ручкой. До этого он был задран над ручкой. А когда у тебя что-то находится на одной линии с твоей рукой, ты это лучше контролируешь. То есть, так работать ножом гораздо удобнее. Не зря же один из признаков холодного оружия, да, это то, что кончик находится на одной линии с ручкой. Соответственно, так наносить удар проще, так наносить удар гораздо эффективнее. Да, и, например, какая-нибудь кукра, которая вот так загнута, она не относится к холодному оружию по той простой причине, что конец у нее не на линии с рукой. Здесь мы сейчас приблизили профиль ножа к холодному оружию, да, сделав его на дно. Но, опять же, холодным оружием он быть не может по той простой причине, что у него очень узкое лезвие. Кстати говоря, здесь я когда уже начал точить, я обратил внимание, что вот эта вот часть, видите, здесь обух вот такой прямой, а здесь он практически круглый. Чуть похоже даже на какое-то фальш-лезвие, сильно убрано. Я, собственно, оставил эту же самую особенность. Я так понимаю, что это для того, чтобы, опять же, скрывать рыбу и более эффективно ей ее потрошить, да, и чтобы здесь ничего не мешало. Вот такой вот ножик, друзья, у меня получился. Напомню, это Рыбак 2 от производителя Кизляр. Кизляр, можете писать в комментариях, испортил я нож или, собственно, ничего, на ваш взгляд, не поменялось. По мне так нож очень сильно преобразился. Также можете написать ваше отношение к этому производителю ножей, если у вас ножики Кизляр. На них, кстати сказать, видите, наклейка, на них пожизненная гарантия. Я забыл об этом тоже сказать. Вот. Могу ли я порекомендовать этот нож? Нож, слушайте, как нож, какой-то туристический вариант или нож для дачи, вполне себе может быть, да, им колбасу резать удобно. Как рыбацкий нож, во-первых, я не рыбак, по этому поводу сказать ничего не могу, но, на мой взгляд, есть и более интересные, и более рыбацкие ножи. Это был Миклуха Макфлай, друзья. Ставьте лайки, опять же, жду комментарии. Пока-пока.